В Музее изящных искусств я провожу экскурсии и работаю над темами, которые потом гепартамент по образованию может включать в свои лекции для детей, которые на домашнем обучении, или для школьников, которые приходят на бостонские экскурсии. Одна из моих самых любимых экскурсий – это житель Новой Англии к Туму, где я рассматриваю аспекты становления колониальной жизни. Мы говорим о материальном мире, мы говорим о религии, мы говорим о том, чем Пуритания отличается от пилигримов, мы говорим о литературе, искусстве, жизни, философии и, конечно же, обязательно о женщинах Новой Англии, которые не всегда были согласны существующий мир. И год 2020, в котором мы сейчас находимся, плавно переплыв из предыдущего, становится одним из самых важных в истории движения феминистов и движения суфражистов и свободы в выборе своей жизни женщинами. Потому что 100 лет назад была рацифицирована 19-я поправка Конституции, которая давала право женщинам голосовать в Соединенных Штатах Америки. Этот же год 2020, это 400-летие прибытия пилигримов на корабле Майфлауэр в Плимус, Массачусетс. И через 10 лет, всю следующую декаду мы будем готовиться к тому, чтобы праздновать прибытие Пурита, начало великой миграции из Англии. И наш музей, я уверена, и наш город предоставит большое количество возможностей узнать историю Новой Англии и Америки еще лучше. Особенно для нас, людей, которые выбрали эту страну как вторую родину не так давно. Я говорила это потому, что мы стоим у памятника, у статую Агуста Сент-Годена, которая так и называется, Пуританин. Это бронзовый набросок, над которым он работал, чтобы создать более крупную статую городскую. Но, к сожалению, это не воплотилось в реальности. И в этом же зале, в крыле американского искусства, находится еще одно произведение декоративного, в данном случае, искусства. Это скамья из библиотеки в городе Выборне, над которой, дизайном которой работал мой герой, Генри Гобсон Ричардса. Именно с него, пожалуй, у меня началась самая большая работа, иногда так говорят, работа всей жизни. Вот это моя работа всей жизни. Я начала с курсовой работы в Академии художеств в 90-х годах на третьем курсе о Генри Гобсоне Ричардсоне. И, выполнив достаточно объемную и значительную работу дипломную, введя большое количество новых памятников в русскоязычное искусство знания, я писала о нем диссертацию, и сейчас я работаю над книгой, вернувшись после большого перерыва, монография, первая монография на русском языке о Генри Гобсоне Ричардсоне, американском архитекторе 19 века, умершем в 48 лет, который первый в истории архитектуры меняет направление влияния архитектурных стилей, направлений, методов. Если до этого Европа, старый свет влиял на новый свет с его нео-готикой, нео-романским стилем, с историческими выборами исторических прототипов, то Генри Гобсон Ричардсон начинает свою собственную работу по поиску национального, всеамериканского архитектурного образа, который будет передавать характер достаточно новой тогда еще нации. И надеюсь, что эта книга будет закончена. Петербургское издательство «Хола» подтвердило свой интерес в издательстве этой книги, в издании этой книги. И пожелайте мне удачи. Я желаю вам удачи, Женя. У меня очень конкретный вопрос к вам. Не могли бы вы напомнить нам, какие здания в Бостоне и его окрестностях, в окрестных городах, были построены по проектам этого архитектора? На протяжении десятилетий церковь Святой Троицы на площади Капли, которая была закончена в середине 1870-х годов, оставалась в десятке самых лучших, самых любимых произведений архитектурных американцами, не выходя из этой десятки около 40 лет. Также вы знаете высокую церковь, которая называется Братл-Сквер, церковь, также в Бэк-Бэй, там же она находится на Хларенден-Стрит. И большое количество маленьких публичных библиотек в Уборне, в Квинзе, в городе Молдене, в Бёрлингтоне, Вермонт и еще какой-то я забыла сейчас, 5 всего библиотек. И тем самым он ввел новый тип здания, которых раньше не существовало, для бесплатной, публичной, общественной, всем доступной библиотеки одного конкретного города. Он же стал основателем нового типа здания, как пригородной станции железной дороги. Когда центры стали разрастаться, в конце 19 века люди стали уезжать в пригороды от этих злачных, жутких городских центров, перегруженными транспортом и трафиком. Вот эти станции пригородных железных дорог тоже стали строить по типу, такому, как разработал Генри Ричевца. Он же оставил большое количество частных домов после себя, большинство из них разрушено, к сожалению. У нас есть Бэкбэи, один из ранних его домов. У нас есть пригородный дом с тоннами, нет, не с тоннами, волсами, который называется Stonehurst. Тоже герой одной из моих статей в научном сборнике, которые сохранены, но большая часть домов разрушается. Прямо сейчас идет борьба за дом в гонтовом стиле, еще одно новаторство Ричардсона, который ввел старый строительный метод и сделал его методом художественной выразительности. Вот такой частный жилой дом в Мэрионе, частная школа Табор Академи его купила, и сейчас вот идут разговоры о том, чтобы его снести. Но общественность поднялась, и вроде бы сейчас идут разговоры уже о том, чтобы как бы его оставить и включить в территорию кампуса. Вот это еще одна из моих страстей, я бы сказала, и научных интересов, уметь увидеть те памятники архитектурные, которые нуждаются в нашей защите. Даже если они иногда широкой публике, не так интересные, не так симпатичные, в случае с бостонским сити-холлом, который мало кто знает, мало кто любит брутальное здание. Приходите в музей изящных искусств, приходите со мной гулять по городу, и мы все эти темы продолжим обсуждать, и будем продолжать влюбляться в историю Бостона. Спасибо. Большое спасибо вам за то, что согласились рассказать о своем деле жизни, о Бостоне, о том, что открыли нам, немного приоткрыли нам дверь в ваши исследования о эмиграции бостонской и истории Бостона. Мы желаем вам успеха, обязательно хотим и дальше наслаждаться вашими историями, и будем популяризировать вашу деятельность, не только деятельность исследователя, но и просветителя. Спасибо, Женя.